Показания. МРТ щитовидной железы назначается пациентам с симптомами поражения данного органа при неинформативности других методов исследования. К клиническим показаниям относятся беспричинный быстрый набор или потеря массы тела, общие метаболические нарушения и гормональный. Дисбаланс, повышенная раздражительность, утомляемость и тревожность, расстройство сна, бессонница ночью и сонливость, днем эмоциональная. Лоббильность, нарушение сердечного ритма, тахикардии. Также МРТ щитовидной железы необходимого при аномальном расположении органа или его увеличении подозрений на инфекционные и воспалительные заболевания, опухоли или наличие инородного тела, неметаллического характера. Реже томографию применяют перед проведением операции с целью изучения топографических особенностей железа и окружающих структур или при подозрении на загрудинную локализацию зоба. Противопоказания в список абсолютных противопоказаний к проведению МРТ входит присутствие в организме пациента металлических инородных тел зубные. Протезы, травматологические и ортопедические металлоконструкции, сосудистые клипсы или осколки от боевых снарядов и так далее, ферромагнитных. Или электронных приспособлений, искусственные водители ритма, слуховые имплантаты. Также данная процедура не назначается женщинам первые три месяца беременности и пациентам с татуировками, нанесенными с использованием металлосодержащих красителей. К относительным противопоказаниям относят тяжелые общие состояния, психические расстройства и фобии, шизофрения, боязнь замкнутого пространства, сердечную недостаточность двух-трех стакана. Вторую половину беременности, массу тела пациента свыше 120-140 кг. При необходимости выполнения МРТ щитовидной железы с внутривенным контрастом ко всему вышеперечисленному добавляется аллергия на контрастные вещества, тяжелые нарушения функций почек, грудное вскармливание. В последнем случае исследование допустимо, если пациентка будет воздерживаться от кормления в течение двух дней после процедуры. Подготовка в зависимости от предположительной патологии предварительно проводится. Другие исследования, лабораторные тесты, общий анализ крови и мочи, биохимическое исследование, определение уровня гормонов щитовидной железы, гипоталамусы и т.д., УЗИ, сцинтиграфия и пер. Если планируется использование внутривенных контрастных веществ, то в обязательном порядке определяется чувствительность пациента. К данному препарату оценивается экскреаторная функция почек. Специфической подготовки МРТ щитовидной железы в большинстве случаев не требует. Исключение составляют дети и лица, неспособные сохранять статическое положение на протяжении всего исследования пациента сильным болевым синдромом, психическими расстройствами и клаустрофобией, склонностью к непроизвольным движениям. В таких ситуациях штатным анестезиологам проводится медикаментозная седация. Рекомендуется отказаться от ЭДИ за 3-6 часов до проведения контрастной диагностики. Непосредственно перед размещением пациента в МРТ-аппарате его просят снять с себя все металлические предметы, украшения, ремниса, стальными пряжками, часы, съемные протезы, заколки и т.д. Одежда не должна иметь металлических кнопок или заклопок. При необходимости больному перед помещением в томограф внутривенно вводится контрастное вещество на основе годолиния. Методика проведения для проведения МРТ-щитовидной железы исследуемого помещают на стол, фиксируют голову и подкладывают под шею валик. Далее он транспортируется внутри МРТ-аппарата, а врач переходит в соседние помещения, из которого наблюдает за состоянием пациента и общается с ним. Также контролирует качество получаемых снимков, так как любое движение больного может их смазать. Средняя продолжительность МРТ-щитовидной железы от 20 до 60 минут. Во время процедуры исследуемое может ощущать небольшое покалывание и чувство тепла в области шеи, реже – незначительный дискомфорт. В большинстве случаев процедура не вызывает осложнений после ее окончания и не требуется соблюдение каких-либо ограничений. При использовании внутривенного контраста иногда наблюдаются побочные реакции в виде легкой тошноты, головной боли или общей слабости и сонливости. Интерпретация результатов в большинстве клиник и диагностических центров получить результат МРТ-щитовидной железы на руки можно уже спустя один час после окончания исследования. За это время в письменном или печатном виде оформляется заключение, в котором врач детально описывает выявленные отклонения от нормы. Полученные снимки распечатываются и записываются на компакт-диск. В некоторых учреждениях результаты могут высылаться на электронную почту пациента или лечащего врача. По результатам МРТ-щитовидной железы можно установить общую форму органа, в том числе в режиме 3D, подтвердить увеличение одной или обеих долей или наличие дополнительных выявитного образования, определить их структуру, локализацию и степень воскулиризации, оценить состояние окружающих тканей, сдавливание ими железы, пищевод, трахея, лимфатические узлы. Также методика позволяет диагностировать наличие 3D негативных метастазов, инфекционных, воспалительных и аутоиммунных нарушений. При использовании контрастных веществ можно выявить минимальные патологические изменения в кровеносных сосудах и тканях железы. Несмотря на полученные результаты МРТ-щитовидной железы, окончательный диагноз устанавливается только лечащим онкологам или эндокринологам. С учетом сочетания данных исследования с клинической картиной истории болезни. Преимущество на данный момент основным исследованием при заболеваниях щитовидной железы является УЗИ. Ихография позволяет достаточно подробно изучить орган благодаря его поверхностному расположению. Поэтому в большинстве случаев МРТ-щитовидной железы используется в качестве диагностического резерва в ситуациях, когда при выраженных клинических нарушениях ультразвуковое сканирование не выявляет каких-либо изменений. К преимуществам МРТ-омографии относится возможность получения трехмерного изображения железы, отсутствие лучевой нагрузки и обязательного применения контрастных препаратов, детальное изучение региональных лимфатических узлов. Результат проведенного исследования, в отличие от УЗИ, не зависит от индивидуальных способностей врача или выраженности подкожной жировой клетчатки пациента. Также МРТ-щитовидной железы – единственный метод, позволяющий выявить реяд негативные метастазы. К недостаткам данной процедуры можно отнести высокую стоимость и равноценную с УЗИ информативность при большинстве заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова